бодрое утро знаменитый храм кулич и пасха друзья вот такой прекрасная погода нас встречает санкт-петербург перед сегодняшним концертом решили заехать помолиться сегодня во влоге расскажем и даже наша афиша висит вы посмотрите приедите поклонимся цареве нашему богу приедите поклонимся и преподем христу цареве нашему богу приедите поклонимся и преподем самому христу цареве и богу нашему услыши господи правду мою Вон мимо линия моему, внуши молитву мою, не в уснах листьевых, от лица твоего судьба моя изыдет, очи моей доведет оправоты, искусил весь и сердце мое, я посетил весь и ночью, искусил меня, если не обретесь, во мне неправда. Миром, Господи, помолимся, во слышнем мире и спасении души наших, Господи, помолимся, о мире и всего мира, благословение, сели Божия церквей, и соединение всех, Господи, помолимся, о Господи, помолимся, о Господи, помолимся, о святом храме симы с верой и повелением и страхом молим, князь и хво, Господа, помолимся, о Господи, помолимся, о Великому Господине, Отца Нашим, Святейшем Бодрее Айси Кириле, и о Господине Нашим Высокопреосвященнейшим, о Господине Нашим Высокопреосвященнейшим, обрестись и о констве всем пр kinetic utternoly, и все нам и всерьаж Бодрее, Господи, помолимся, о Господи, помолимся, о боже наш и беседи нам храме с ребенку, да свистится имя Твое, да и нет садские твое, Да будет воля Твоя, я Бог на небеси и на земли, Хреб наш насущий наш, нам есть, И остави на полке наша, я Боже, и мы вас собрали, Бог его наш, и не беди нас в Твое искушение, Но не сборит нас от луга, Бог Бог. Дорогой батюшка, здравствуйте! Мы очень рады, что побывали в этом уникальном храме. Вы знаете, мы много раз в Петербурге, когда бывали, проезжали мимо и смотрим, ну какая же красота! Это уникальный храм не только для России, но и для мира, наверное. Расскажите, пожалуйста, о месте, в котором мы находимся, об этом храме, почему такая именно история, почему такая архитектура. Храм в честь Святой Троицы освящен, называется Кулича Пасха, по своей форме архитектурной, название народное. Создан он в XVIII веке при императрице Екатерине. Значит, это был генерал-прокурор Вяземский, князь Вяземский. Здесь были его имения, такая, скажем так, летняя религенция. И он решил построить храм, когда ему императрица дарила большим даром, было 200 тысяч рублей, получается. И он так вот эти деньги правильно употребил, очень мудро. Здесь, как бы, выражение есть, приобретайте друзей богатством неправедным. Вот он, хотя деньги были праведные, дар от предыдущих, он их сделал для того, чтобы навечно себя не достигнули к себе. Он оставил свое имя, вот в истории, может, забыли бы аноним, но вот храм есть и молимся мы каждый раз о строителях на каждой службе. И вот он вложил эти деньги в строительство храма. Это был его такой, в имении храм сначала. Потом уже расширился, когда стал уже приказским. Сначала был такой, ну, как личный храм такой вот. На территории усадьбы, да? Да, на территории усадебных храм именно был, да. А строил это любовь архитектор, который был такой любитель классицизма в архитектуре. Хотя он был самомучка, но очень он так вот интересовался искусством европейским. Он был и музыкант, и художник, и переводчик. И собирал фольклор, записывал песни народные. То есть какой у него был очень разносторонний человек. Интересный. Правда, человек интересный, хотя молодой был, но очень талантливый. И вот он из Европы вот так вот эти вот классические формы перенес. У нас в Петербурге еще есть храмы. Глинский храм, храм Екатерины. И вот тоже его остались, как бы, еще там есть храмы. В Тверской области он строил, в своем своем. Так что он, вот, по его проекту построен храм. Строился он два года, 1800. И изначально он был и кулич, и пасха, да? Изначально такая архитектура. Ротонда, да, ротонда. Потом уже присутствовался еще предел. И вот наша панамарка тоже, чтобы удобство было в таре, служить. Нужно помещение рядом. Поэтому, а так вот, да, он был, ротонда и пирамиды. Это были такие вот именно, скажем так, из Рима у него много образцов. Там был храм Веста, который он, так сказать, изучил хорошо. Там пирамиды Ацестия, консула. Тоже вот такое выражение, что все боятся времени, а время боятся пирамиды. Это, так говорили, египтяне. Но вот он, как бы так, получается, вот неким образом символ вечности стал таким общим, мировым. Хотя это масоны использовали, но православная церковь, да, до этого не использовала. Львов, как он, как новатор. Привнес. Привнес такое, да. И получилось вот какое-то уникальное, нет такого сочетания. Есть отдельные пирамиды, есть отдельные ротонды, но вот чтобы вместе в ансамбле, в нашем храме так получилось, что построены вместе эти такие вот храмы-колокольня. И вот там это было символ единства закона, справедливости, человеколюбия. Ну, это потому, что он был в ведомстве птицы, работал в Вяземске. И поэтому такие вот идеи хотели поплатить. Но люди после себя оставили добрую память. И архитектор, и строитель, благо, просили. Получается, мы теперь знаем, что эти люди не вынесли свою лепту. И уже прошли века. Что здесь было в советское время? Он был действующий, только 8 лет был закрыт. Время войны перед Ванной, 1938 год. И здесь была библиотека завода Абуховского в этом зале. Ну, слава Богу, не разрушен, не разграблен. Батюшка, мы благодарим за службу, благодарим за то, что так тепло сегодня нас приняли, оказывается. И очень рады, что мы помолились в этом храме, спели Божественную Литургию. И, конечно же, и акустика потрясающая. Очень было приятно и радостно. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое. Благодарю вас. Сыне Господи всех. И сыновей все они возрадуются, о царе, свое, Да восклавят имя его в лице, Тим память салтида мою ерун. Я, о благоволит Господь в людей своих, И вознесет тропки о спасении, Восхвалятся преподобни во славе, И возрадуемся на ложах своих. Возношения Божия в гордане, И мечи обою двуостры и вругаты, Сотворите от мченья боя цице, Облечения в любви, Связати царикуды, И славы я их ручными, Имьем копы железный, Сотворите в них суд написан, Слава сия будет всем Преподобным его.